Доброе утро! В студии Жанна Ситхан и о главном к этому часу. Второй и основной рабочий день саммита глав государств, участников и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества стартует сегодня в Кыргызстане. Касым Жумар Тукаев примет участие в заседании Совета глав государств членов ШОС, которое проводится в 19-й раз. Впервые в саммите примут участие Индия и Пакистан. На повестке дня порядка двух десятков вопросов. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В состав международной организации тогда входили Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году вступили Индия и Пакистан. Общая территория входящих в организацию стран превышает 34 миллиона квадратных километров. Это 60% территории всей Евразии. При этом рынок ШОС охватывает больше 3 миллиардов человек. Это практически половина населения планеты. Главные приоритеты в работе президента Касымжу Марта Тукаева выделил известный политический обозреватель Айк Халатян, анализируя 10 задач. Это тесное взаимодействие власти с гражданским обществом и создание Национального совета общественного доверия, защита инвестиций и решение социальных вопросов. В первую очередь будет акцент делаться не на политике, а на социально-экономической сфере, которая, давайте прямо скажем, больше всего волнует обычного человека, обычного гражданина. И эффективность работы любого государства оценивается по тому, как он решает эти проблемы. Создание и реализация концепции регионального развития, о которой говорил президент Тукаев, даст импульс к появлению новых крупных мегаполисов. Это, по мнению политолога Андрея Чеботарева, будет иметь мультипликативный эффект. Мы видим, что у нас два центра притяжения, это Нур-Султан и Алматы. Сейчас, может быть, на этот уровень постепенно будет выходить город Шимкент. Но все основные регионы, они не являются такими центрами. И что-то с этим нужно тоже делать, предпринимать какие-то меры, развивать экономику регионов, чтобы люди никуда не уезжали. Чтобы пусть будет миграция, ну скажем, из сельской местности в местные города областного значения. Второй год реализует проект, в рамках которого за счет местного бюджета козлординские хирурги, неонатологи и онкологи повышают свою квалификацию в лучших клиниках Южной Кореи. За два года опыт зарубежных коллег смогли перенять 24 специалиста, а в этом году еще 20. В Козлординской области таких операций еще не делали. Их практикуют лишь в нескольких клиниках Казахстана. Применяют бариатрическую хирургию при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа. Хочу использовать полученные знания в нашей больнице. В Казахстане 70% электроэнергии производится за счет сжигания угля. Объем добычи за последние 10 лет вырос в три раза. В 2018 году добыли 319 миллионов тонн. В связи с этим вопрос экологии поднимается на различных площадках все чаще. В Ассоциации горнодобывающих предприятий есть свои предположения. Пересмотреть экологическое законодательство, дать нам возможность внедрить различные улавливающие фильтры. Поощрить это тем, что дать возможность увеличить цену там на 3-5 тенге. Пусть электроэнергия поднимется в цене. Но зато мы позволят нам сжигать этот уголь без выбросов, как Германии. И соответствовать всем европейским требованиям. Следствие установит причину возгорания автобуса городского маршрута с пассажирами в Уральске. Накануне спасателям там удалось предотвратить крупную трагедию. В центре города в час пик на остановочном павильоне загорелся автобус. В нем находилось порядка 30 человек. Пассажиры успели за считанные секунды покинуть салон. Опасность была еще и в том, что рядом расположена заправочная станция. Но пожарные отреагировали оперативно. Огонь был потушен за 15 минут. Предположительная причина – это короткое замыкание электропроводки, то есть неисправная электропроводка. Горел моторный отсек на момент прибытия пожарных подразделений. Благодаря оперативно прибывшему подразделению службы пожаропрошения огонь распространения не получил. К событиям в мире госсекретарь Белого дома Майк Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Уманском заливе. Вопрос о причастности Тегерана к инциденту США будут поднимать на сабвезе ООН. Напомню, накануне два нефтяных танкера подверглись нападению с применением оружия в Уманском заливе. Экипажи подали сигнал бедствия. На зов о помощи откликнулся Иран, доставив на свою территорию 44 спасенных моряка. Отмечу, инцидент произошел на фоне серьезной эскалации дипломатического конфликта между США и Ираном. Тем временем цена на нефть поднялась на 4%. Необычная акция протеста в Нью-Йорке. На улицах города появились десятки клеток с маленькими манекенами внутри. Таким образом, активисты проводят кампанию против разделения семей мигрантов на границе США и Мексики. Сейчас почти 2000 детей содержатся отдельно от родителей в клетках специального центра миграционной полиции Америки. Это совершенно душераздирающее зрелище, но посыл абсолютно верный. Власти считают, что это нормально сажать детей в клетки. Извините, но не в этом мире. Это неправильно. Астон Мартин 1965 года, специально созданный для самого известного в мире шпиона Джеймса Бонда, уйдет с молотка. Торги пройдут 15 августа в Калифорнии. Его планируют продать за 6 миллионов долларов. При этом он нашпигован различными гаджетами из арсенала агента 007. Среди них и броня, и скрытые автоматы, и шипы, чтобы протыкать шины преследующих машин. Правда, в фильмах о Бонде именно этот Астон Мартин никогда не снимался. Хотя ту же модель можно увидеть в Голдфингере и Шаровой Молдни. Его использовали для промо-акции. Уникальную находку сделали рабочие в Павлодарской области. При строительстве водопровода в районе аула Байет под Экипостузом они наткнулись на огромные каменные глыбы с прессованными в них странными костями. С виду они похожи на бивни слона. Сельчане сообщили о своей находке ученым. Выехавшие на место палеонтологи, университета и историко-краеведческого музея обследовали останки и подтвердили предположения рабочих. Кости принадлежат мастодонту, которому примерно 5 миллионов лет. Эту находку специалисты уже назвали сенсационной, так как в степной зоне прииртышья кости такого огромного древнего животного обнаружены впервые. Более 5 миллионов лет им. Сейчас, в данное время, те кости, которые были из Ильяты, мы их привезли в университет. Ведется разносторонний анализ. Отправлены некоторые останки этих костей на экспертизу Алматы. Территория Павлодарского притыша, она покрыта была большой растительностью. Это дно мирового океана. В науке многие вещи неизвестны, конечно, еще, и мы хотим их сами разгадать и узнать, как это вообще происходило. В Туркестанской области одна из сельских школ на протяжении долгих лет бьет рекорды по количеству отличников. Например, в этом году сразу 45 выпускников претендует на знак особого образца. Так масштабно в Житусайском районе провожать выпускников уже традиция. Первым грамоты вручают отличникам учебы. Таких в районе почти 300. Это рекордное количество за последние годы. Они не просто хорошо учились. Все 11 лет развивали свои творческие таланты, удивлялись спортивными и научными достижениями. На официальную церемонию приехали ученики всех школ района, практически в каждой из которых есть претенденты на Алтенбельге. Но лидер по количеству отличников школа-гимназия номер 6 имени Бауржана Мамушула. Большинство детей покидают стены этой школы с красными аттестатами. Мы работаем по той же учебной программе, что и другие школы. У нас нет никакого секрета. Учителя на 100% выкладываются на работе. Мы с первого класса стараемся заинтересовать детей, прививаем им любовь к знаниям. В школе признаются, что гордятся каждым выпускником, а хорошие показатели – это результат долгих лет работы. 95% учеников гимназии поступают в высшие учебные заведения на грант. Их опытом обучения давно заинтересован весь Южный регион. Думаю, что мои усилия, вложенные в учебу, начинают оправдываться. В этом есть большая роль моих учителей, директоров, которые помогали мне развить мой талант и открывали мои способности. Последнее фото на память. Но расслабляться пока рано. Выпускникам еще предстоит сдать важный экзамен – единое национальное тестирование. В том, что результат будет непременно высоким, тут никто даже не сомневается. С учениками, кто все-таки набирает низкие баллы, в школе занимается индивидуально.